Всем привет! Это Ньюсблог и последние музыкальные новости. Наталья Арейро успеет отведать в Москве свою любимую лазанью. Найк Борзов живет по справке. Британские букмекеры принимают ставки на то, как назовут своего ребенка Виктория и Дэвид Бекхем. Наталья Арейро четверг утром снова приехала в Москву. Никаких особенных экскурсий и осмотра достопримечательностей на этот раз у актрисы и певицы не предусмотрено. А вот посетить итальянский ресторан и съесть свою любимую лазанью Наталья Арейро успеет по-любому. Для всех аспектаторов MTV я говорю, люблю, большое спасибо. Пока! Выступление Арейро в Москве состоится в пятницу, а утром в субботу она отправится в Санкт-Петербург, где также даст один концерт. Сразу после гастролей в России Дикий Ангел на целый год возвращается на съемочную площадку для участия в новом телесериале. В отношениях Бритни Спирс и Джастина Тимберлейка явно творится что-то неладное. Поп-принцесса отменила свое выступление в Париже после того, как до нее дошла информация о том, что Джастин проводит вечера в обществе загадочной брюнетки. Такая новость в совокупности с недавними слухами о том, что Тимберлейк решил расстаться с Бритни, окончательно подкосила мисс Спирс, и она отправилась домой в свой родной город Кентвуд в штате Луизиана. Несмотря на компонированные в Европе акции в поддержку ее фильма «Перекрестки». Вы не могли бы нам объяснить некоторые слухи о вас и Джастине? Говорят, ваши отношения закончились и вы расстались. Это правда? Нет, это не правда. Элтон Джон сыграл папу американской поп-певицы Мэнди Мур. Элтон, Элтон, дорогая, дорогая, проснись, ты дома. Ты дома. Просыпайся. Ты дома. Ты в своем доме. Мама и папа рядом. Мы любим тебя. Мы очень любим тебя. Засыпай. И пусть тебе не снятся сны. Спи спокойно, тебе нечего бояться. Она в кого-то влюблена. Кто этот Элтон Джон? Кто-нибудь знает? Я не знаю. Ну, пойдем, Дорис. Я тебя люблю. Мы любим тебя, дорогая. Спи спокойно. Спи спокойно, детка. Украденные документы Найка Борзова до сих пор так и не найдены. Напомню, что сумка музыканта пропала во время концерта в Ставрополе. Сейчас документы, в том числе паспорт и водительские права Борзова, восстанавливаются обычным порядком. Правда, побывав в милиции, Найк был не очень обрадован бюрократическими подробностями этого занятия и доверил заниматься бумажными проблемами своей маме и жене. Сам Борзов засел в студию, где записывает песни для своего нового альбома «Заноза», который будет готов к лету. Ну, а на случай непредвиденной проверки документов у Борзова имеется справка, выданная в Ставрополе. Британские букмекеры предложили делать ставки на то, назовут ли Дэвид и Виктория Бэкком своего второго ребенка Перес. Если второй ребенок звездной супружеской пары будет назван в честь французской столицы, то азартным гражданам, сделавшим ставку, будут выплачены деньги по коэффициенту 1 в 5. Также принимаются ставки на имена «Найтсбридж», сеть любимых магазинов Виктории «Трефорд», футбольный клуб Дэвида и другие не менее странные имена. Напомним, что своего первого ребенка Чита Бэккомов решила назвать в честь одного из районов Нью-Йорка «Брукли». И последнее. Гастрольный тур «Земфиры» в поддержку альбома «14 недель тишины» начнется 4 апреля. Как сказано на официальном сайте «Земфиры», первый концерт тура пройдет 4 числа, 4 месяца в четверг в Челябинске. На этом у меня все. До встречи. Новости МТВ. Вы узнаете первыми.